Давайте, коллеги, наверное, уже будем начинать, да? Уже будем начинать, тем более, что у нас все-таки впереди всего два часа, а разговор, несмотря на такую, как вы кажу, еще шутливуюсть темы, нам предстоит достаточное обстоятельство. Масонство – странный предмет. Все на свете что-то о нем слышали. Я думаю, что без исключения все присутствующие имеют какое-то представление о масонстве, потому что оно просто невозможно быть взрослым человеком в России и никогда в жизни ничего про масонов не слышно. Уж хотя бы, по меньшей мере, все в детстве читали «Войной мир» Толстого, в который Пьер Безухов вступает в масоны. Это посвящено нескольких важных эпизодов. Да и, помимо этого, в массовой культуре мы постоянно о них слышим. Но в то же самое время с масонами есть и страшная проблема. Мы все что-то о них читали, мы все что-то о них знаем, но, к сожалению, 95%, если не 99% того, что мы слышали о масонах, не имеет к настоящим масонам абсолютно никакого отношения. И нету, наверное, в массовой культуре темы более желтой, более, так сказать, заполненной конспирологическими чеориями, более эксплуатированной сомнительными газетонками, чем история масонства. В этом смысле сказать, да, прочесть можно много, как описал Пятигорский, прекрасный русский философ и исследователь масонства, история масонов написана не меньше, чем об истории некоторых европейских стран. Но найти в этом море недостоверной информации, какое-то зерно истины, оказывается зачастую не очень просто. Но, тем не менее, мы с вами сегодня именно этим попробуем заняться. Как ясно из названия нашей лекции, перед нами сегодня не стоит задача повторить заново мифы о масонах, и которые вы все, конечно, и без меня хорошо знаете. Нет, наша задача в том, чтобы заняться, ну, говоря современным гуманитарным, научным языком, заняться деконструкцией масонского мифа, ну, проще говоря, понять, как оно там было на самом деле, да, что из себя масонство представляло и представляет. Важная оговорка – представляло и представляет. Больше у тебя есть наша сегодняшняя лекция. Я буду говорить об истории масонства, потому что, ну, и сами масоны, собственно, если бы их попросили рассказать о себе, они тоже бы, как правило, начали с истории. В общем, забегая вперед, я должен сказать вам, что лучшие дни масонства, они вообще скорее уже прошли. Они остались в 18-19 веке. Но все-таки, несмотря на то, что в основном я буду говорить об истории, нам ни в коем случае не следует забывать, что масонство вполне современное, вполне актуальное, вполне живо действующее течение, и в общем и целом оно не то, чтобы куда-то исчезло. Напротив, в современном мире масонов есть довольно большое количество. Нам поэтому придется время от времени к этому современному опыту тоже обращаться. Ну, а где эти масоны? Сколько? О конкретных цифрах мы с вами поговорим ближе к концу лекции. О современных, я имею в виду цифрах. Ну, сейчас уже, так сказать, для примера можно некоторые провести. Ну, как вы думаете, коллеги, где живет сейчас в мире, в какой стране мира живет больше всего масонов, и сколько их примерно там, какой, так сказать, порядок цифр. И не бойтесь ошибиться, плохих оценок на публичных лекциях не ставят, как вы знаете, да, просто как вам кажется, в какой стране, ну, 10 тысяч, 100 тысяч, 100 миллионов, я не знаю, да, так сказать, как вам кажется. Насчет Соединенных Штатов все коллеги написали абсолютно правильно. Действительно, именно о Соединенных Штатах речи идет. Это самая масонская сейчас страна мира по, так сказать, численности. Ну, вот, что касается цифр, то все вы, не исключая, вот разве что Оксана, сильно недооценили реальный масштаб. Исследователи полагают, что в современных Соединенных Штатах живет не менее полутора миллионов членов ложь вольных каменчиков. Полутора миллионов, да, не 20, не 100 тысяч. Очень большая организация. Вторая по размерам масонская страна в мире, это Великобритания, где живет, ну, несколько, больше 700 тысяч, да, поменьше миллиона, но все-таки больше 700 тысяч масон. Полутора миллиона в Штатах, 700 тысяч в Великобритании. Вы видите, что речь идет о очень, очень солидных масштабах. И, конечно, в таких обстоятельствах говорить о том, что масонство умерло, исчезло, пропало, ну, вот в этих обстоятельствах, так сказать, очевидно, не приходится. Так, простите, коллеги, что я прорвался, потому что коллега написал мне частным сообщением на Габриэль, и пишет, что ему меня не слышно. Коллега, коллеги, придите, если можно, на помощь, да, и наш координатор, я говорю, Габриэль, наш координатор сейчас связывается с вами, я уверен, вам подскажут, что надо делать. Ну, судя по тому, что другие коллеги меня слышат, проблема, скорее, с вашей стороны. Пробуйте перезапуститься или включить микрофон, проверить колонки, да, что-нибудь. Простите, коллеги, да, ну, нельзя было бросить, бросить нашего товарища в беде, для этого надо было прорваться. Ну, так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорю. Действительно, мы понимаем, что масонство вполне есть, оно вполне живо. Сейчас. Но когда оно возникает? Сколько лет? Откуда оно берется? Как ни странно. Хотя, сразу тоже скажу это, забегая вперед, история масонства прекрасно изучена. Великолепные масонские архивы в наши дни совершенно спокойно открыты для исследователей. Исследования регулярно ведутся. Вот, несмотря на все это, простейший вопрос о том, когда масонство возникло, все еще остается для современных исследователей, ну, если не загадки, то, во всяком случае, предметом очень серьезных, очень масштабных дискуссий. Правда, надо сказать, что сами масоны, представители течения, течения, они, как правило, знают твердый ответ на вопрос о том, когда они возникли. Твердый ответ, который, однако, совершенно не может, совершенно не может удовлетворить современного ученого, потому, что масоны полагают, что, ну, исторически, традиционно, культурные стандарты предполагают, что масонство возникает в самый тот момент, когда Господь создал про отца нашего Адама. и, ну, это шестой день творения, даты теснее некуда, но, сами понимаете, в учебниках истории, да, и в научной работе такую дату не включат. Между тем, для масонов это очень важный момент. Масонство представляет, масон, по большому счету, масонство – это религиозное течение, очень специфическое, но и религиозное течение, и в основе этого течения лежит идея, предполагающая, что наш мир создан Богом-творцом, как у христиан или иудеев, но, собственно, большинство масонов, они были христианами и остаются христианами до сих пор. Ну, как и христиане и иудеи, в целом они полагают, что, как бы, мы сейчас называем Богом-творцом, но этот творец описывается в масонских текстах как великий зодчий, великий архитектор. Он не просто творит вдохновенно, но он учреждает некие законы бытия, физические, геометрические законы. Именно эти тайные физические, геометрические законы бытия, согласно масонским преданиям, Господь и передает Адаму, а тот, в свою очередь, строя первый дом, оказывается, таким образом, и первым каменщиком. Слово масон, как я думаю, многие из вас знают, и значит каменщик, франк-масон, вольный каменщик, вот, так сказать, их традиционные названия. Вот Адама. Далее, в традиционной масонской историографии мы видим всех библейских персонажей, хоть сколько-то имеющих отношение к архитектуре, включенными в число масонных. И Ной строит, Ной в ковчег, о нем пишет, как о масоне. Строители Вавиланской башни строят Вавиланскую башню, это понятное дело. И так далее, и так далее, и так далее. Это апологетическая, мифологическая масонская история, она очень бурно бьется, ответвляется нам, масонские тексты рассказывают нам, как на сакральное архитектурное знание попадает к халдеям, ну, мы бы сказали, к шумерам и вавиланянам в наши дни, в Месопотамию, как оно добирается до египтян и помогает египтянам строить пирамиды, как с Моисеем, оно уходит из Египты, приходит на землю обетованную и, наконец, таким образом, нас подводит к самому главному из всех масонских мифов, к самому главному из всех масонских сюжетов. Это сюжет о строительстве Соломонова храма. Ну, мы бы сегодня сказали, в исследовательской литературе первого Иерусалимского храма, знаменитого Иудейского храма. Строительство Соломонова храма, устройство Соломонова храма довольно подробно описано в Священном Писании, что в Иудейском Таннахе, что, ну, соответственно, вот в Христианском и Ветхом Завете, что в этом отношении они абсолютно идентичны друг к другу тексту. Но образу архитектора храма Писания уделяет очень мало внимания. То есть, Священное Писание говорит нам, что храм строил по заказу царя Соломона и по приказу некий человек по имени Хирам. Об этом Хираме Священное Писание сообщает нам, что он был финикийцем из города Тира, что он был замечательным архитектором, зодчим, мастером, что иначе бы ему не доверили этого дела, что он был прислан в Иерусалим по приказу финикийского тирского царя и, наконец, в еще одном маленьком эпизоде упоминается некий храм сына вдовы. Ну, точно ли речь идет об этом Хираме или о каком-то другом, это довольно сложный вопрос, но исторически принято читать, что, видимо, речь идет о том же самом Хираме. И вследствие этого вот идея, что Хирам был сыном вдовы, она укореняется в библейском тексте. И для самих масонов это оказывается очень важно, потому что, в отличие от библейской базы, масонские тексты рассказывают о Хираме нам долгую, сложную, подробную историю. Да, конечно, она имеет существенно более позднее происхождение, она сочинена за одним числом, но для масонов она оказывается очень важной. Все в Хираме оказывается для масона сакральным, священным, принципиальным. Характерно, что у масонства есть даже второе название. Помимо того, что они называют себя франкмасонами, довольно-таки каменщиками, они называют себя и довольно часто детьми вдовы или сыновьями вдовы. и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok